Итак, соответственно, у нас сегодня одна из базовых лекций из того, что можно назвать сердцем или ядром эстетики как дисциплины. Уж не знаю, сделают ли эту лекцию более ярко, интересно или напротив, но, в общем-то, это то, без чего в эстетике разбираться нельзя. Это основные эстетические категории. Если вы обратитесь к любой из книг, учебных пособий или учебников, у них сейчас не из числа, то, в общем-то, во всех них в той или иной степени вы увидите целые блоки бинарных оппозиций и пар противоположностей, которые представлены в разных количествах. Ну вот один из таких примеров – прекрасная, безобразная, возвышенная, низменная и комическая, трагическая. В большинстве случаев вот эти штуки, их помимо на местах, это категории, которые трагические, конечно же, ближе к прекрасному и возвышенному, нежели чем к безобразному и низменному. Но, тем не менее, прошу обратить внимание, если здесь это представлено таким образом, это говорит о определенной мобильности данных оппозиций. Помимо тех, которые вы видите, вводят еще две – это поэтическая и прозаическая, и глубокая поверхностная. Однако, я в такие игры не играю и по пути данных исследователей не пойду. Как вы уже поняли из того, что мы разбирали относительно концепции философских взглядов Жака Деррида, само по себе означающее является расщепленным. То есть, то, что мы говорили о понятии следа, когда означающее, в общем-то, идет с означаемым разными путями, и очень часто не просто, а лишь частично покрывает его, а, в общем-то, уже в усе, скорее маркирует его отсутствие. Таким образом, когда мы пытаемся вывести некие объективные, устойчивые эстетические категории, в общем-то, понятно, что в каких-то случаях мы будем сталкиваться с тем, что одно произведение можно отнести к разным, зачастую даже противоположным эстетическим категориям. С другой стороны, наоборот, внутри одной эстетической категории могут происходить такие явления, которые, в общем-то, будут взаимосвучающими. Это показывает не столько несоответствие этих эстетических категорий, имя-то мы с вами будем пользоваться, сколько, в общем-то, весьма двусмысленное положение бинарных оппозиций как таковых. Для бинарной оппозиции не значит, что неплохими вовсе нельзя пользоваться. Пользоваться и не можно. Другое дело, что нужно понимать, что всякая бинарная оппозиция – это не просто различание, как у Деррида, или различение в обыденном дискурсе, но это определенная диспозиция. То есть это определенная точка зрения. Через нее мы выявляем не столько свойства самих явлений, сколько мы, так скажем, расставляем их относительно определенного ракурса, относительно определенного совершенно взгляда. И, как показывает, по крайней мере, лично моя практика, так скажем, использовать бинарные оппозиции менее эффективно, чем их неиспроизводят. Поэтому в качестве базы, в качестве основы эстетической мысли я предлагаю взять не бинарные оппозиции по типу противоположности. Потому что на самом деле, если не совсем в дебри лезть, то, в общем-то, можно легко доказать, что на самом деле это одно и то же. То есть любая бинарная оппозиция скрывает в себе идентичность. А я в качестве базовых эстетических категорий предлагаю вам помыслить две из них, которые противоположными не являются. Это как раз прекрасно и возвышенно. Это именно разные точки отчета, это именно разные взгляды на произведение искусства и на них в целом на самом деле, а не просто пары, которые одно исключают другое. И чтобы показать, как они, в общем-то, функционируют, я предлагаю небольшой экскурс в историю эстетической мысли. Потому что, опять же, если мы мыслим эти пары противоположностей или непротивоположностей в качестве некой объективной абсолютной данности, то, в общем-то, мы ни к чему хорошему тоже не приедем. То есть, греки, как мы сейчас выясним, относились к искусству совершенно иначе, чем к нему относились в средние века, чем к нему относились в эпоху Возрождения, и уж тем более, как к нему относятся в новое время. Если обратиться к античной мысли, а именно из нее проистекает всякая попытка осмысления рефлексии искусства европейской традиции, то, в принципе, древний мир знает только категорию прекрасных, как такового искусства. Я сильно упрощаю, да, есть тексты псевдолонгина, в котором слово «возвышенное» используется, но, в общем-то, если мы будем разбираться детально, то окажется, что в измерение возвышенного оно как раз не попадает. И почему это так, мы сейчас с вами детально разберем. Для этого обратимся, наверное, к самому известному произведению, в котором анализируется искусство, его цель и задачи. Ну, это поэтика Аристотеля, в котором сформулированы такие положения, в общем-то, на которых некоторые настаивают даже по сей день. Но в качестве базового положения, вы наверняка его слышали, это положение не месяца, это положение того, что искусство подражает жизни. Это именно концепция Аристотеля, высказанная им со всей определенностью и, так скажем, по научной выске того времени вполне обоснованно преподнесенная. Так вот, если вы возьмете какой-нибудь советский учебник, то в большинстве из них вы встретите ту же самую основную проблему, да, то, что искусство подражает реальности. А из этого вытекали совершенно определенные следствия. Дело в том, что подражает искусство жизни весьма в интересном аспекте. Дело в том, что было такое измерение, возможно, самая важная категория или понятие, если угодно, для греческой культуры, это колокогатия. Все греки носились с этой колокогатии, как с писаной торбой. И что есть колокогатия? Колокогатия, если совсем упрощать, это прекрасно добро-полезно. Сейчас мы так помыслить не можем. Прекрасным для греков было то, что пропорционально в пифагорийском смысле этого слова. То, что красиво визуально, то есть с точки зрения формы. То, что красиво в смысле этики. Даже по сей день мы используем такое слово, как красивый заступок. Красиво может быть не только то, что визуально красиво, но и красиво в каком-то ином измерении. Для колокогатии, помимо этого, важным является понятие полезности, в том смысле, социальной пользы. Для грека ключевым является, естественно, социально-политическая сфера. И колокогатия играла колоссальную роль в процессе воспитания человека. Таким образом, идеальным продуктом колокогатии должен был бы быть образованный культурный гражданин, который активно участвует в социально-политической жизни города государства. То есть, получается, прекрасное содержало в себе идею благо. Вот что важно. Чего совершенно не будет в следующую эпоху. То есть, благо – это не просто нечто хорошее. Это, повторюсь, всё перечисленное мной выше, сведённое в некое единство. Это и упорядоченное, это и красивое, совершенное во всех смыслах этого слова. Алексей Фёдорович Осип переводит колокогатию как «прекрасного года». Но, мне кажется, полезное туда тоже было бы неплохо внести, потому что… Знаете, кто такой Лосик? Лосик, да, конечно. Мы знаем. Хорошо, что знаете. Слушайте. Соответственно, быть прекрасным с точки зрения грека – это не просто нечто красивое, да? Это то, что можно вполне использовать в социальной жизни на её благо. Вот это очень важный момент. Таким образом, если мы обратимся с точки зрения вот этой самой колокогатии, к рассмотрению того, что возникает в Греции, а Греция у нас миру даёт драматический театр, это самое важное, наверное, достижение античности, ну, кроме зарождения европейской философии. Так вот, что есть театр Греции? Это драма по типу трагедии и комедии. Казалось бы, должны появиться новые категории, то есть комического и трагического. Но на самом деле, как вы понимаете, то есть для грека может быть только две категории. Это прекрасное в смысле колокогатие и, собственно, не произведение искусства. То есть если колокогатие не представлено, если оно безобразно, в буквальном смысле слова, в смысле отсутствия колокогатие, то значит, в общем-то, это бесполезно, это не произведение искусства. Вот в чем дело. Таким образом, придется и трагедию, и комедию помыслить каким-то образом через категорию прекрасного. Но с трагедией, думаю, в каком-то смысле проще. Этот же Аристотель дает нам подсказку, вводя понятие катоксиса, то есть очищение. И трагедия выполняет совершенно колоссальную роль в греческом повесе. На это написано огромное количество литературы. Я лично больше всего люблю работать на эту тему. Так представьте себе, даже какую-то совершенно ужасающую ситуацию и по нашим-то временам, и по тем временам, и тем более, типа ситуации и дела. В общем-то, ничего прекрасного в показанной ситуации нет. Однако, собранный в едино весь полис, а в театр ходили не просто большинство, туда ходили все. Для того, чтобы туда ходили все, полис еще и тем, кто не мог заплатить за вход денежки, выдавал на это. То есть в театр было обязательно посещение. В театр это действие, куда ходили все. И получается, через сильные эмоции, через их переживания в единовременности, каждый гражданин полиса приобщался к единству культурной жизни этого самого полиса. То есть через идентификацию с героем, через переживания, а сильные переживания, понятно, что объединяют сильнее, в этом смысле трагедия, опять же, попадала в категорию прекрасного, ибо она была специально полезна. Вот в чем дело. То есть через коробкова когатию мы легко перебрасываем мостик, который, например, сейчас мы туда перебросить никогда бы не смогли. Вот в чем дело. С комедией отчасти проще, отчасти сложнее. Если мы почитаем Аристотеля, то он говорит, что комическое – это подражание безобразному. То есть ты, по крайней мере, такую категорию безобразную вполне себе употребляет это слово. Но, каким образом, опять же, комедия может считаться прекрасной. Комедия считается прекрасной по той же самой причине. В комедии высмеиваются пороки, в комедии высмеиваются логические заблуждения, если бы хотели Стофана, то получается смысл комедии как действо, опять же, объединение полиса, но в смысле его воспитательное. Высмеиваются определенные пороки. И, естественно, это, опять же, понятие когати идеально. Воспитательное – то, что улучшает общество. Получается, это не совсем юмор в смысле безобидной шутки, это сантехо, все-таки. Таким образом, несмотря на то, что она пользуется методами безобразного, потому что там, например, может быть, что раб издевается над хозяином и так далее. Особенно это будет типично для более поздних комедий, плавторских, например. Но, несмотря на то, что используются методы, в общем-то, не самые красивые, цель благая. И эту цель, оно выполняет, а значит, вполне может быть причислено к категории прекрасного. То есть, если брать базовую диспозицию античности, то мы получаем прекрасное и безобразное, где на стороне прекрасного все искусство, которое неотделимо от политики и от субъекта полиса, с другой стороны, безобразное, которое, в общем-то, является не искусством. То, что является основным критерием того, чтобы то или иное произведение, в общем-то, из перечени искусства вычлепить. И это нетипично, это необычно, этого мы не встретим больше никогда и нигде, потому что вот такое причудливое объединение прекрасного, благого и полезного, в общем-то, оно весьма и весьма характерно только для искусства Лады. Что у нас в Средних веках будет представить? Средние века и Августин Блаженный, и Фома Квинский, собственно, два крупнейших мыслителя этой эпохи, с понятием красоты всегда начинают сопрягать понятие форма. На самом деле, это очень-очень важно. То есть, форма становится первым характерным признаком прекрасного практикового. Как это объясняет Фома? Это весьма интересно. То есть, он говорит, что красивое проще воспринимается, чем некрасивое. Таким образом, оно сопряживается с категорией ясности. Это то, что проще воспринять. Интересным примером в смысле отношения к красоте в Средние века является то, что, в общем-то, каждому красивому произведению отказывано в том, что в нем содержится красота. Красота является воплощением божественной гармонии. То есть, красота – это то, каким образом Бог создал мир. И по этой логике каждое произведение искусства, оно прекрасно не потому, что его прекрасно создал мастер. Оно не несет в себе красоты. Оно несет лишь отсылку к божественной гармонии. То есть, в нем эта божественная гармония представлена в большей степени. Это как, представьте себе, допустим, стекло мутное совершенно. И если мы его чуть-чуть больше оттерли, то через него свет больше проступает. Но это не значит, что свет является качеством самого стекла. Примерно таким образом мы скили творческий процесс в эпоху Средних веков. То есть, да, безусловно, тот, кто оттер это стекло в наибольшей степени, он молодец. И это произведение, безусловно, ценно. Но мы понимаем, что свет не присущ самому произведению. То есть, вот это понятие красоты, оно не представлено в самом объекте. Оно является трансцендентным в отношении к нему. И еще одно очень важное дополнение для того, что прекрасное, так как оно соотносится с божественной гармонией, значит, оно неизменное. То есть, оно всегда одно и то же. То есть, вот это очень важное отличие от современного нашего понимания. Какие качества вводит глинат? Ну, вот его изображения, да, ну, из самых известных. Фома Квинский говорит о том, что первое – это цельность, второе – это пропорция, и третье – это ясность. Вот эти три категории, они и определяют, прекрасно произведение искусства или нет. Понятно, что все они в той или иной степени соотносятся с формой. Исходя из всего вышеизложенного, становится понятным, что искусство в какой-то мере в это время анонимно. Не потому, что автор не помечает его своим именем, а потому, что то, что прекрасно в произведении искусства, оно принадлежит Богу, а не автору. Вот в чем дело. То есть, сама по себе творческая потенция автора, его воплощенное в творческом акте, таким образом тогда не понимается. То есть, творческого акта, по сути, нет. Творческий акт был один-единственный раз. Это Шестодиев, когда Бог мир создал. Все, больше никакого творческого акта нет. Еще одна очень важная такая составляющая, прекрасная, вокруг которой шли мощнейшие батлы вплоть до Фомы Аквинского, это цвет. Дело в том, что часть церковников считала цвет чем-то, в общем-то, материальным. Тем, что не должно видеть в церкви. С другой стороны, почитатели цвета относились к нему как одной из форм света. А свет, согласно святотеческой традиции, это и есть единственная форма зримого присутствия божественного храма. И понятно, что вопрос это совсем не праздный. Вопрос это говорит о том, может ли за счет цветов их использования увеличить количество божественного присутствия в храме. Ответ дал, дан был окончательную пользу цвета. Цвет оговаривается в коммуне у месси и с тех пор огромное количество росписей храма и золота оно указывало не на богатство. Вот это нужно понимать. То есть, почему церковники с такой легкостью выставляли все эти золотые иконостасы в храме, не боясь того, что это будет прочитано как демонстрация богатства, потому что таковой оно не являлось. Золото, как то, что в наибольшей степени отражает цвет, с точки зрения средневековой эстетической мысли умножало свет. А значит, оно увеличивало количество божественного присутствия в храме. То есть, тогда любой цвет измерялся в двух весьма интересных шкалах по его светопоглощаемости. То есть, один и тот же цвет, черный или белый, который у нас сейчас представлен в виде бинарных оппозиций, то есть, черный-белый, тогда так это не работало. Тогда важнейшей оппозицией бинарной, опять же, была оппозиция Маторова и того, что отражается Релянцева. То есть, для белого и черного в виде матового и глянцевого оттенка даже разные слова использовались, разные номинования. Я небольшой знаток старофранцузского, но поверим, так скажем, тем, кто это описывает, являясь в этой сфере специалистом. Я в данном случае ссылаюсь на работу Мишеля Кустурова, виднейшего индивиста. Так и вот, соответственно, можете себе представить, если цвет какой-либо матовый, он, условно говоря, поглощает цвет. Если он поглощает цвет, значит, он инфернален, он противоположен вам. Если он отражает цвет, значит, он преумножает цвет и, соответственно, он увеличивает количество божественного присутствия в этом месте. Одна из важных таких особенностей живописного искусства средних веков это вот такое отношение к свету и к цвету и через него соответственно на самом деле формы. И понятие формы как сопричастный прекрасному на самом деле живет очень долго и по большому счету именно так мы это сейчас и будем делать. Понятно, что я существенно это откорректирую, но, в общем-то, это уже один из базовых кирпичиков в становлении современных представлений о прекрасном вашей жизни. Базовым антагонизмом в это время тоже является прекрасное и безобразное. Другое дело, что о безобразном уже писали очень много. То есть, если в античности вы безобразное можете в качестве нет стольких отговорок найти, то вот здесь о безобразном писали уже так по-настоящему даже категоризируют его. Вот что пишет Фома. Он пишет, что как прекрасное, так и безобразное можно разделить на две важных, три важных категории. Это физическую, интеллектуальную и нравственную. Что, соответственно, может быть безобразно физически. Ну, труп. Ну, это физическое безобразие. А безобразие интеллектуальное это ложь. И безобразие нравственное это, соответственно, дьявол Фома Лисового. Принципиальным отличием от античного мира здесь является разделение блага и красоты. То есть, красота с точки зрения Фомы это форм, бескорыстное любование формой. благо опять же с точки зрения того же самого Фома Линского не вискориста. Происходит резкое размежевание, принципиальное размежевание вот этой колокогатии то, что обязательно прекрасное и благо. прекрасное это одно, а благо это офис совсем другое. Следующая эпоха эпоха Ренессанса, эпоха Возрождения и тут ключевая фигура в эстетической мысли это у нас уже архитектор, это уже поближе к тому, чем мы в этом семестре занимаемся. Леон Батисто А. Альбертин один из виднейших архитекторов пятнадцатого столетия. Договор. В чем его принципиальная позиция, отличающая ренессансную эстетику от эстетики предшествующих веков? Дело в том, что Альберти отказывает красоте в укорененности в Боге. То есть красота укоренена в самом предмете, в самом вещи. И в данном случае художник, который может добыть из этого предмета красоту, он является творцом в полном смысле этого слова. Вот оно появление близкой, самовоставление, так скажем, творческого акта первого, то есть творческого акта, как творение мира Богом, и творческого акта, как творчества художника. Так вот, согласно Альберти, красота это согласие и созвучие частей в том, частями чего они есть. То есть получается, красота это пропорция. В каком-то смысле красоту нельзя на глаз определить. вот в чем дело. То есть красота это пропорциональность, сокразмерность. И заметьте, тут нельзя не усмотреть идею соотношения макрокосма и микрокосма. То есть Бог творит мир, да, он прекрасен, он совершенен, но человек тоже творит. Он не просто проявляет красоту, которую уже заложил Бог, а он таким же образом создает. Если мы берем кусок мрамора, это совершенно определенный материал, он имеет определенные закономерности, и именно воля человека выстегает из него, будет ли это прекрасная остатка или нет. Потому что нужно понимать, что одно дело, если мы работаем с мрамором, а другое дело, если мы работаем с глиной. Сам подход будет различный, произведение будет различное. Хотя и то, и другое может быть прекрасным. будет то, что в наилучшей степени продемонстрирует скрытый потенциал этого материала. Вот в чем дело. То есть получается красота становится имманентно материалу, из которого художник производит свое произведение. и это уже сильно отличает взгляды Альберти от предшествующей эпохи. Ну, вы все знаете Альберти, даже из фамилии, его в первый раз в жизни услышали, по фасаду Санта-Мария на Берло. Это настолько известное произведение, что, в общем-то, не видеть вы его не могли никаким образом. он создает именно фасад и по нему опять же видно, что это пропорциональность, это симметрия, все, что я перечислил относительно его представления о красоте, как о гармонической слаженности частей, в общем-то, здесь представлено холмом явно. Заметьте любопытный момент. И в античности, и в средние века я вам показывал эстетиков, точнее, эстетические взгляды не художников. С большой буквой, естественно. Здесь у нас будут эстетикой заниматься Альберти, Леонардо, то есть те, кто непосредственно сопричастует к творческому процессу. Фома Аквинский, он трудно писал, а я аристотель тоже. И Платон, правда, высказывал себя нечто тоже о эстетике. Как известно, он изначально вроде как начинал как драматурь. Но благополучно это все пожелали. Так что, в общем-то, никто из них именно художниками не являлся. и это тоже о многом говорит. Но, по большому счету, если взглянуть на все эти диспозиции, которые мы разобрали в трех эпохах, так мы за пределы прекрасного тире безобразного никуда и не ушли. Да, само по себе прекрасное по-разному понималось. Нож установилось, так скажем, его измерение в том виде, в котором мы сейчас понимаем, что такое прекрасное. Но, в общем-то, ничего выходящего за пределы изначальной противоположности прекрасное безобразное мы так и не увидели. То есть, для того же блаженного Агустина безобразное то, что не есть. Ну, есть только Бог, Бог прекрасен, да, соответственно, безобразное это то, чего по сути не существует. То, что бесформенное и то, чему не дано самостоятельное бытие. То есть, это как зло, как отсутствие блага. Так что, несмотря на то, что про безобразное в средние века писали уже достаточно много, в общем-то, ему в самостоятельном существовании не было отказано. Так же, как и здесь, то, что не гармонично, то, что не пропорционально, то, конечно, безобразно, но, в общем-то, произведение искусств тоже не является. все радикально поменялось в 17 веке, когда начинается та эпоха, в которой мы благополучно пребываем и по сей день. И виноват в этом, уж не знаю, сам или лишь он констатировал тот факт, который вышел наружу в его время, Рене Декарт. Дело в том, что есть просто такие инициативы, которые на самом деле совершают своего рода интеллектуальный вброс, который можно прочесть как факт существенно меняющий саму реальность. То есть, такие инициативы были. Например, инициатива Фрейда. То есть, можем ли мы говорить о том, что Фрейд именно вскрыл определенные закономерности, которые и так лежали всегда в общем-то в человеческом бытии или он и создал свои инициативы. В общем-то, на этот вопрос ответить однозначно не представляется возможным. Также невозможно ответить и относительно инициативы Декарта. Неважно поэтому, читали ли вы Декарта, не читали вы Декарта. Вы все находитесь в том пространстве, которое создано благодаря одной его неудачной попытке определить очевидность субъекта. Заметьте, попытка это была именно неудачной. Начиная с Декарта мы получаем расщепленного субъекта и в общем-то сейчас мы пребываем в этой же самой весьма страшной ситуации. Вы все знаете эту несчастную фразу, которая затаскана и которую мало кто на самом деле понимает. Это уже неудача но на самом деле проблема здесь заключалась в следующем. Декарт хотел показать очевидность я. То, что бытие я оно настолько очевидно, что в общем-то в доказательстве не нуждается. Это нужно было высверлить. Но доказало нечто прямо в телоположное. В этой конструкции, которую логично бы записать именно вот так, оказывается, что никогда нельзя сказать где то я, которая мыслит, а где то я, которая верифицирует мысли. Понравится? Вот в чем дело. То есть мы никогда не знаем оно уже там в числителе или оно еще в знаменателе. Это я. И это диахронический срез. У него мыслью следовательно существую вы видите этот концепт представленный всем диахроническим измерениям. То есть сразу же как данность. Это диахронический срез, вплетенный в золотое сечение. На самом деле это получается следующая очень страшная цепочка я, которая мыслит я, которая мыслит я, которая мыслит я и до бесконечности. А так как оно до бесконечности, то оно как раз не очевидно. Вот в чем дело. и очевидно наша позиция по отношению к представленному расщепленному субъекту. Благодаря вот этой неудачной попытке представить субъекты единым, в итоге которого он собственно и расщепляется, происходит весьма интересный феномен, который вам, как людям, работающим со словом, наиболее близок, в общем-то вам с ним работать всю жизнь. Это то, что Жак Лакан, а вслед за ним и наш современный мыслитель, петербургский философ Александр Смулянский назовут разделением содержания высказывания и актов высказывания. Впервые происходит их полное размежевание. И теперь содержание высказывания с актов высказывания не просто не совпадают, а вообще не могут совпасть. То есть никаким образом. Что мы де-факто получаем? Получаем то, что речь превращается из перформатива в информацию. То есть хорошим примером является здесь не совпадение акта высказывания и содержания собственно сама фраза декарта. То есть хотел бы он доказать то, что я едино и очевидно, а показал то, что я недоказуемо. Вот это и есть. То есть по содержанию высказывания это одно, согласно акту высказывания совсем другое, а действует акт. Вот в чем дело. То есть речью перестало быть возможно управлять принципами. Что бы вы ни говорили, вы говорите другое, то есть на уровне информации вы говорите одно, на уровне акта вы говорите другое, а действует акт. Вот в чем дело. В античности так не было. Но допустим сейчас вся речь, которая по сути сводится исключительно к информации, тогда была представлена на информационно-коммуникативном уровне исключительно в минимальной сфере. Речь была в основном информативна. Например, речь могла быть воззвонием, речь могла быть наречением, провозглашением. Разница на самом деле колоссальная. Если вы посмотрите, что есть в античности наречения изгоем или наречения вором, наречения хомо сакер в латинском мире, то окажется, что в общем-то это совершенно не то же самое, что сейчас, когда нам сообщают в новостях, что мы-то думали, что он честенький, а оказалось, что в общем нет. То есть нас информируют. В то время, как тогда происходил перформатив, речь нарекала имя вора. Это совершенно не одно и то же. Хотя сейчас, повторюсь, помыслить нам это достаточно сложно, что в этом есть разница. Но разница принципиальная. То есть вот эта идея расщепления акта содержания ведет за собой целый ряд весьма примечательных следствий, которые мы расхлебываем по сей день. В общем-то попытаюсь продемонстрировать такими совсем простыми примерами, чтобы вы поняли. Ибо идея это очень сложно. Но я не претендую на то, что смогу полностью раскрыть уже высказанные причины. Акты задержания расхода расхода. Происходит резкое внимательность к словам высказывания. То есть если в средние века вы посмотрите, как цитируют, казалось бы, метонарратив в Библии. То есть то, к чему нужно относиться к величайшим пиететам. Но если вы посмотрите, почитаете проповеди самых важных проповедников того времени, там Таулер или Суза того же самого, то есть пост-экхахтеровских мыслителей, то вы обнаружите, что в общем-то Библию цитируют как Бог на душу положил. То есть ее переначивают, переставляют. Там по сути иные сценки даже представлены. Тех которых там нет, которые домысливы, досочинимы. И это считается абсолютно нормально. Тот же Таулер котируется очень высоко. Тех Харт полетел под инквизицу, но он не за это полетел, а за пункты по сути по большому счету. Таулер, в которого как раз и представлены самые радикальные расхождения в цитировании так называемом Библии, всегда был очень мыслителем востребованным и никаких наречений со стороны карательных инстанций в виде той же инквизиции не имел. Так и вот, если же вы обратитесь к цитированию постдекартовскому или современному цитированию, то вы обнаружите, что нужно не просто точно слова произвести один в один, если вы их цитируете с другого языка, то желательно еще каждое это слово привести в оригинале, в подлиннике. Еще нужно дать ссылку на страницу, а еще желательно на год издания тем, которым вы пользовались. А вдруг при следующем переиздании там страничка на следующую использует. То есть создается впечатление то, что смысл, то есть акт высказывания пытаются ухватить, ухватывая из-за слова. Что именно в порядке слов и организован этот акт. Ахватить его нельзя. Я вам чуть позже, если успеем, сегодня покажу, как на самом деле вот такое ярко выточное цитирование работает, никак не нарушая высказанную мысль, а не совпадение содержания высказанной акт высказанной. Можно привести абсолютно точную цитату со всеми нужными ссылками, и она будет противоположена тому, что высказали в этой книге. Это запас. Ну, самый простейший пример вы знаете все по соцсетям, это когда приводится та или иная фраза и подписывается там, Федор Достоевский, а вообще ее герой высказал. Причем зачастую это герой отрицательный пример. Можем ли мы, например, ту или иную фразу, высказанную Воландом, приписывать непосредственно мнению Булгакова. Говорит, что вот Булгаров считал так-то. Понимаете? То есть происходит отождествление говорящего со словом. А это странно. Мы же понимаем, что персонажей много. Более того, эта фраза могла уже спустя полторы страницы быть и провернута. Вот. Резкое внимание к словам, потому что акт постоянно ускользает. Что еще это какие следствия влечет за собой? Следствия на самом деле настолько радикальны, что в общем-то их даже помыслить сложно. Весь объем того ужаса, с которым мы столкнулись после Картезианского переворота. Ну, например, интереснейший пример это обсуждение чего бы это ни было в блогах. Она как современные формы публичной речи. представьте себе некий пост в соцсетях. Кто-то, допустим, что-то там обнародовал. Один на эту тему высказывается, что это тот это и тот. Тут всплывает второй, который говорит, что, в общем-то, высказанное первым, оно не корректно, потому что он, в общем-то, называет вещи не своими именами. То есть он высказывает, так скажем, их определение ошибочек. Всплывает третий, который говорит, что, в общем-то, второй молодец, но он русского языка не знает, и, в общем-то, пишет с ошибками. Смывает четвертый, который, потому что, как вы знаете, критик, есть только одно наихудшее, да, это критика наихудшего. Вот. В данном случае, естественно, всплывет четвертый, который уличит третьего в том, что, в общем-то, он осуждает второго в незнании русского языка, мало чем от него отличается и тоже пишется ошибками. Тут самый ключевой момент. Всплывет какой-нибудь пятый, который говорит, ребят, хватит уже ссориться. Ведь всем же понятно, что хотел сказать первый. Он хотел сказать то-то-то и то-то. И, казалось бы, спор должен прекратиться, но тут всплывет первый. И говорит, ничего подобного, ничего такого я сказать не хотел. И вот тут-то эта петля и начинает вращаться. Оказывается, что все, кто поняли первого, все, кто его прочли, поняли его не так. И никто из высказавшихся не высказал то, чего он высказать хотел. в качестве акта высказывания в данном случае мы имеем только расщепленного субъекта. Только эту петлю. То есть форма является сама форма этого высказывания, которую вы встретите абсолютно в любом форме и, в общем-то, ничего иного вы там и не встретите. То есть это и есть акт высказывания, который в данном случае будет татарен. И с содержанием, как вы видите, он имеет ни малейшим отношением. Звучает форма высказывания, а, естественно, это форма, оказывается никаким образом не связанной с тем, что мы пытаемся высказать. А тут уже проистекает еще одна интереснейшая вещь. Невозможность высказать окончательное решение по какому-то суждению. Например, по любому из означающих. Например, такое означающее возьму как патриотизм. Ну, оно наиболее обычно всех взбичивает. Почему такие баллы идут по поводу этого означающего? Не потому, что оно на самом деле так уж всех интересует, а по той простой причине, что людей возмущает то, что никто из них не может высказаться на эту тему в окончательной форме. Сколько бы они не пытались преподнести свое понимание этого самого несчастного патриотизма, все равно оказывается, что все последующие, кто им отвечает или кто их читает, в общем-то понимают их высказывание иначе. А почему его понимают иначе? Потому что высказывание перестало быть перформативным. высказывание сводится к сумме слов, которые находятся. А, как вы помните, из прошлой нашей лекции слово всегда не совпадает с тем, что оно означало. Оно будет учитаем. Оно может чуть-чуть отходить, но это все равно уже не то же самое. И это весьма интересно, что с этим делать мало понятно, но как факт реальности в общем-то это нельзя игнорировать. Вот что делать. то есть наша позиция в данном случае может быть двоякой. Она может быть в виде презентации, когда мы просто, как я уже описал, на форумах будем повторять эту глупость. И в виде лев презентации, когда мы будем ее замечать. Единственное в данном случае что мы можем сделать, и второе, поверьте, существенно отличается от первого. Оттуда же проистекает и весьма интересная вещь в плане эстетической мысли. Дело в том, что начинают стираться по грани между тем, что, казалось бы, должно быть противоположным. Любопытно, что именно в это время начинают плодиться эти бинарные позиции, пары противоположностей эстетических категорий. И именно в это самое время сложнее всего окажется отличить одно от другого. Ну, например, та бинарная пара, о которой мы будем еще говорить, это реалистическое и фантастическое. По большому счету эти категории, а это именно эстетические категории, возникают именно в новое время. Потому что, если вы посмотрите на эпоху античности, то там, во-первых, не было самого понятия реальности. Там было понятие, например, политической практики. Реальности не было такого понятия. А во-вторых, даже если слово фантастическое иногда и проскальзывало, то он скорее как понятие призрачного, иллюзорного, Платона, то, в общем-то, для грека боги, герои придуманные, герои реальные, или там, кодекс законов, или реальные военные действия были настолько существенны или несущественны ввиду того, можно ли их практически использовать. То есть, вписываются они в категорию колокогатии или не вписываются. Если они вписываются в категорию колокогатии, то они относятся к этой самой политической практике. Вот и все. Практика, да? Если эта практика как практика возможна, значит, это, в общем-то, то, что мы сейчас назвали нереальным. А разделение на реальное и нереальное тогда не существовало. Разделение на реальное и нереальное, заметьте, появится впервые с Павла, с христианской войны. Но под реальным и нереальным будет подразумеваться совсем не то же самое, что мы мыслим сейчас. Например, под реальным, естественно, для христианина подразумевается одно единственное событие – это та истина, которую принес с собой Христос, то есть факт его воскресения. Вот это реальное, все остальное нереальное. То есть, получается, реальное происходит совсем не оттуда, его ноги растут совсем не там, как мы это сейчас мыслим. И, конечно, если мы подходим к древнему миру, привнося в него современное понимание, в том числе этих категорий, то, конечно же, мы допускаем анхронизм. А вот теперь как раз на этом самом реальном и фантастическом фантастическом и реалистическом я вам покажу, как не срабатывает акт высказывания и содержание высказывания, как они выстреливают в разном направлении. Собственно, если вы зайдете в Википедию и откроете статью фантастическое, заходить туда иногда следует. Тоже такой продукт, так скажем, общественной речи, да, речи анонимной, где каждый пишет, что ему вздумывается. Так вот, определение фантастическое будет приведено согласно такому мыслителю, как Рожек Рюан. Крупнейший автор, друг Паттайя, а, это середина XX века, французский философ. Так вот, смотрите, что пишут в Википедии относительно фантастического. Согласно определению данному Рожек Рюан, к фантастическому относится все, что не является точным изображением привычных предметов и живых существ. Теперь, если мы откроем книгу Рожек Рюан вглубь фантастического, то мы определим, то вычитаем оттуда то, что, в общем-то, здесь дано в качестве точной цитаты, не учитывая то, что он до этого пишет, что бредово было бы определять фантастическое таким образом. То есть, в качестве определения, с точной ссылкой, мы имеем то, что прямо противоположено акту высказывания этого персонажа. И сделать он тут ничего не сложно. Потому что это его слова. То есть, все, что я здесь зачитал в Википедии, действительно находится в его книжке. Другое дело, что это так называемые нечистоплотные которые использовали цитирование, с которым сколько мы не боролись в искусствовеческой литературе, победить его невозможно. Потому что вы не можете привести всю книжку. А, собственно, той формой, на которую рассчитывает автор, является, конечно же, вся книга. Более того, зачастую несоизмеримо большая, чем одна его книга. Вот и что дело. Получается, цитирование оказывается вообще невозможным. Вот и что дело. Все становится текстом. А если все есть текст, то цитата невозможна. Это вам, как авторам, должно быть весьма и весьма любопытно и интересно. Мы же пойдем дальше и я покажу, как такая категория, как прекрасная, которая всегда была незыблемо и легко определима, в общем-то, становится, благодаря несовпадению содержания акта, тоже весьма и весьма зыбкой. Я вам уже этот пример приводил, просто не в этой связи. Если мы взглянем на такие постройки, как Сталинские высотки, ну, я имею в виду те, которые по типу здания университета или здания на Красной Пресне находящегося, так вот, я уже вам показывал, как на них размещены крупные фигуры, идеализировано представляющие коммунистов и коммунистов. Естественно, задача была именно попадение в категорию прекрасного. Это, как бы, очевидно. Потому что величественная у нас тоже в категории прекрасного работает. Поним? Но, как эти здоровые высотки выворачивает слабой Жижек в своих работах, он показывает то, что на самом деле эти высотки выражают то, что идея попирает реально живущих в доме. То есть, идейные персонажи, нереальные персонажи, идеализированные, воплощающие собой эталонное коммунистическое будущее, да, они в прямом смысле слова упирают своими ногами тех, кто, собственно, живет в этом доме на самом деле. То есть, оказывается, что само прекрасное становится возможным к прочтению в качестве возвышенного, чего раньше в помине быть не могло. То есть, прекрасное становится расщепленным. Ну, это не значит, что, конечно, сейчас вовсе невозможно отличить прекрасное от возвышенного. В возвышенном мы с вами даже не дошли, мы дошли только до того момента, когда оно впервые могло появиться как таковое. Потому что до этого просто в нем никакой необходимости не было. было прекрасное то, что уравновешено, то, что совершенно. Когда появляется расщепленный субъект, по определению мы можем подойти к этой самой реальности с двух сторон. И для отражения одного и того же нам уже потребуется две категории. Это категория прекрасного и категория возвышенного. У того же самого Жижика для этого используется такой весьма интересный термин, как параллакс. Что есть параллаксная идея по Жижику? Собственно, на этом, наверное, мы сегодня завершим. Я вам разберу Жижиковскую инстанцию, в которой он отсылается инстанцию взгляда. И мы в следующий раз начнем уже тогда с возвышенного. Так вот, что предлагает Жижик? Он говорит о том, что, в общем-то, есть такое понятие, как параллакс. Параллакс он заимствует из физики. Хотя, на самом деле, в философии оно уже использовалось на тот момент. На тот момент параллаксом называлось нечто близкое к тем диспозициям, которые даст Кант. Но вы все знаете, что Кант берет всегда бинарную некую пару противоположностей и показывает, в общем-то, что интеллектуально можно доказать что одно, что другое. Тем самым устраняет какую-то содержательную сторону вопроса. Например, безначальный мир или имеет начало. Он показывает, что можно доказать что одно, что другое непротиворечивым образом. И таким образом, в общем-то, этот вопрос не то, что решает, а он его снимает. Потому что если нельзя, значит, в общем-то, нельзя. И не пытаться не сказать. В общем-то, это и неинтересно. Жижик же предлагает параллакс совсем в ином смысле. Он предлагает параллакс как точка изменения положения взгляда. Ну, например, параллакс в области оптики или физики. Представьте себе, если мы будем менять, изменять точку зрения на предмет, то сам этот предмет, в общем, будет выглядеть в нашей глазах по-разному. Ну, например, если вы увидите какой-то предмет с необычного рамокса, то не факт, что, в общем-то, вы его признаете. А самое главное, что вы его гарантированно не признаете, если вы увидите сразу со всех сторон. Если вы увидите этот маркер сразу со всех сторон, то на маркер он, похоже, будет очень много. Так вот. Жижик же стоит не на такой позиции бесконечной смены точек зрения, а, в общем-то, на двух. Это то, что психологи называют контейнированием и, соответственно, вне контейнирования находящейся позиции. То есть, внутри мы смотрим на какую-то проблему, изнутри или снаружи. Вот в чем дело. То есть, оказывается, что в зависимости от того, как мы оцениваем ту или иную ситуацию или то или иное произведение, мы в него погружаемся, оцениваем его с этой точки зрения или мы его рефлексируем, находясь на расстоянии. Вот эта двойная позиция субъекта, заданная именно картезианским расщеплением, позволяет нам, с одной стороны, если мы погружаемся, мы попадаем в категорию, естественно, прекрасного, если мы его рефлексируем, если форма этого произведения выходит за пределы его формы, мы его совпрягаем с определенной мысленной конструкцией, то это попадаемо в категорию возвышенного. И это благодаря только тому, что появляется расщепленный субъект. Потому что тот субъект, который может действовать, и тот субъект, который рефицирует его действие. Когда это было только перформативом, естественно, любое погружение всегда гарантировало прекрасное. И в возвышенном никакой ненадобности не было абсолютно. Когда же субъект расщепляется, мы всегда в зависимости от того, какое я, какого я мы позицию занимаем, позицию рефлексирующего или позицию действующего я, естественно, мы попадаем либо прекрасно, либо возвышенно. То есть, получается, несмотря на то, что, безусловно, в самом творческом акте, в самом замысле художника можно легко отличить изначально оно прекрасно или возвышенно в большинстве случаев. Тем не менее, в потенциале, в скрытой форме, обе эти категории присутствуют в любом произведении, ввиду того, что сама наша точка взгляда может смещаться. Вот в чем дело. И это весьма интересно, это показательно именно для нашего времени. И, в общем-то, с этим можно только смириться и с этим работать, потому что никакой иной альтернативы пока что предположено не было. Особенно если учесть, что Декабр живет в 17 веке, в общем-то, очень давно от нас ничего нового с тех пор, собственно, не произошло. Ну, по крайней мере, на уровне оценочного суждения, да, как такового. Так что, в общем-то, разбираться с возвышенным и с прекрасным будет не столь просто, как могло бы показаться. Но в следующий раз я попытаюсь все-таки какие-то опоры и точки вам дать, чтобы вы действительно могли понимать, что превалирует. То есть тех с примером, где выделить прекрасное или возвышенное вот вообще никак нельзя, когда они попадают в зону неразрешенности. Их очень мало, на самом деле. Я лишь показываю то, что эти категории не являются абсолютными. Раз. Во-вторых, они держатся на очень интересной конструкции субъекта современного типа. И поэтому любая бинарная пара противоположностей, она, в общем-то, взрывает самоё себя. А с одной стороны скатывается в тождественность. Потому что что такое прекрасное и безобразное у этого уже Кустина. Но это как повышение прилежения громкости. Они находятся на одной линии. Безобразное – это то, что непрекрасное. Категория одна, на самом деле. Вот в чём дело. Понимаете? А если будет, в принципе, этого самого прекрасного поменьше, но, соответственно, безобразным окажется то, что раньше, в общем-то, считали прекрасным. Всё равно может смещаться до бесконечности. Что в одну, что в другую. То есть, получается, вот эта бинарность, она ни к чему толковому не приводит. С другой стороны, само понятие прекрасного, как я показал, тоже может отлично расщепляться. Находимся мы внутри него или находимся мы относительно него с внешней стороны. Поэтому к этим парам противоположностей, которые вы можете обнаружить, что у Болева, что у Учкова, в учебной карте эстетики, ещё называют самые предичные из них. В общем-то, это всё значительно сложнее. И без погружения в современную систему философского мышления, современного взгляда на субъекта как такового, вы ни к чему толковому не придёте. Вы просто будете наступать на те же самые грабли, на которые, в общем-то, уже тысячу раз наступали, и даже дорожку протоптали, и как между ними ходить можно. Понимаете? Не так давно попался новый выпуск журнала «Логос», в котором спор относительно Латура даётся, и его философского выброса, который он делает в 80-е и 90-е годы. Это акторная сетевая теория. И, в общем-то, ничего более смешного долго уже не читал, давно уже не читал. Понимаете? На полном серьёзе люди толкут уроду в ступе, которая, в общем-то, давно-давно уже решена, и ничего нового относительно того, что высказал по этому поводу тот же Лакан или Жильдерёз, там нет абсолютно. только видно неосведомлённость этих людей и относительно одного, и относительно другого. И, в общем-то, читать это достаточно наивное чтиво, и достаточно жалкое в своей основе, весьма и весьма обидно. Примерно то же самое и касательно эстетической мысли, можно сказать. То есть, если вы не будете использовать тот капорад, который даёт нам Жак Лакан, а именно на Лакана Бадью и Жижика я, прежде всего, ссылаюсь, когда прибыль нашёл его материал, в общем-то, вы войдёте в примерно вот ту же самую ситуацию, и будете высказываться о прекрасном и возвышенном, и писать текст, наивно полагая, в общем-то, так скажем, что в этом тексте всё замечательно, здорово, и вот эта фигура в нём не переставлена. А выкинуть вы его не сможете никаким образом. Повторюсь, всё равно читали, где как-то не читали, будь вы вообще субъект современный, там попавший в Европу из какой-нибудь Ливии, да, коих там сейчас не исчесть, всё равно в ситуацию расщеплённого субъекта вы попадаете. Потому что это ситуация языка, а не ситуация человека. Под субъектом не нужно понимать человека. Это субъект, это субъект действия. Под субъект как то, что включено в речевую практику, а не просто вы, я или ещё кто-то из этого института. Так вот, так как у нас осталось немножко времени, я бы вам хотел, чтобы не начинать уж о возвышенном, его оставим на следующий раз, представить несколько книг, которые я не специально принёс, я их буквально несколько часов назад купил, а именно полтора часа, да, ровно перед лекцией. Ну, наконец-то вышла одна из важнейших книг Жанна Бодрияра. Думаю, фигура не нуждается в представлении, да, это фатальные стратегии. То есть это книга… На русский не переводилась никогда, её читать приходилось не пойми как, ну, лично я не владею французским, да, соответственно, приходилось с ней разбираться через либо английские транскрипции, либо через ссылки в статьях. Теперь эта книга в очень толковом переводе, с хорошим методологическим комментарием, то есть для студента вообще отлично, и текст Бодрияровский, он простой. То есть Бодрияр пишет не так, как пишут философы. Ну, во-первых, социолог, по-первых, по своему всё-таки образованию, потому что он и не совсем философ, и пишет он, конечно, языком почти детский. То есть это всё очень просто, это понятно, а если тут что-то непонятно, то перечитывание непонятно становится. То есть это «Фатальные стратегии» Жана Бодрияна. Ну, вот, книга совершенно уникальная, где-то мы столько, примерно, успел прочесть, до начала нашей реакции, поэтому полностью о ней своё мнение вынести ещё не могу. Ну, в общем-то, идея в том, как на главенствующую позицию в современном мире выходит вещь, отстраняя субъекта на вторые главы. Здесь будет и о эстетике, поэтому я, собственно, её вам и рекомендую. То есть он показывает новый виток в вот этой спирали, когда, в общем-то, сейчас недостаточно разделить на что-то прекрасное или ужасное, уже не работает, нужно, например, создать чудовища. Да? Показывает, как каждая категория сейчас работает только в возведении её в наивысшую степень, что, собственно, на самом деле их обезличивает, потому что процесс-то один и точный. Понимаете, да? Это процесс просто умножения с себя же на себя. И другая книжка, которая только что, опять же, вышла, это «Суперкритика» Питера Айзенмана и Рэма Колхаса. Любопытно, что запланированный мной курс, куда я включал мысли Айзенмана, в общем-то, совпал с выходом впервые на русском двух его работ, да это вообще ничего не было, а вот в этот год просто проговорот. Айзенману, это тоже 17-го года издание, это не научная работа, это беседа, это диалог двух крупнейших ныне живущих архитекторов, Питера Айзенмана и Рэма Колхаса, которая, с одной стороны, это, конечно, проще, то есть это речь не научная в полном смысле этого слова, то есть это речь, то есть они говорят здесь, это именно как интервью, да? То есть это именно батл, да? Они высказывают различные суждения по тем или иным важнейшим в искусстве сейчас проблемам. Но, с другой стороны, конечно, есть и свои недостатки, потому что всегда подобные батлы, они значительно хуже структурированы, чем книга научная, да? Вот кому что проще. К тому же Фуко я пришел, например, через его лекции, записыванные на пленочку, которые сейчас создаются в виде семинаров его. Теперь, конечно, у меня, наверное, любимые все-таки его книги, это те книги, которые он сам оформил, как книги, но, в общем-то, подступиться к нему я смог через семинары, через устную речь. Здесь это, опять же, устная речь, для кого-то она проще. Книга называется «Суперкритика». Она была издана в 2010 году в оригинале, на английском, хотя поединок это, по-моему, шестой даже был. У нас она издана вот сейчас совсем. То есть, вот прямо, да? А, еще в сентябре, октябре, ничего подобного не было. То есть, очевидно, ноябрь. Вот ее издание. Так что советую обратиться к литературе. Литература – это хорошее. По крайней мере, чтобы вы знали, какие книжки можно почитать, если вы хотите хоть как-то поступиться к современной позиции в области искусства. Что? Есть современный взгляд на произведение искусства. Бадриях тоже это не так давно писано. Бадриях все-таки умер в 21 веке, и измыслитель второй половины 20 века, он, наверное, все-таки самый простой. Самый просто читаемый. Убор и библия. Если вы попытаетесь разобраться с другими мыслителями, так просто у вас это не получится. Ну вот, собственно, на это, наверное, мы поставим точку под прекрасное медание этого экрана. Но если есть какие-то вопросы по сегодняшней лекции, она сложная, следующая тоже будет сложная. Но я сначала вам начитаю теоретический материал, потом я еще дам две или три лекции, где это мы на произведениях искусства конкретно посмотрим. Я здесь приводил примеры, но скорее больше абстрактные. Все-таки мы посмотрим, что это такое. Посмотрим, что есть вещь в современном понимании этого слова. Посмотрим, что есть возвышенное, прекрасное, как они воплощены в том числе и в архитектуре. Но я понимаю, что это может быть не так сложно, не так просто для восприятия. Но если есть какие-то вопросы, я буду спросить. Нет? Замечательно. Значит, до следующего раза. В следующий раз начнем с проблемы возвышенного. Спасибо.